Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас мупанк. У нас здесь макароны по-флотски. Я это блюдо помню как связано именно с моим дядей. Он всегда готовил это блюдо прям супер, прям вау. Здесь у нас вот такие вот длинные макароны. И мясо пожарено. Здесь арбузик. Йогурт мой любимый. Вот с такими штуками. Как вы видите, были коричневые, но, конечно, Жайка взяла розовый. Чай. Почему у меня здесь чай? Потому что у нас есть вот такой вот красивый пирог маминого приготовления с малиной, с кислинкой. Если вы любите пироги именно с кислинкой, то переходите в инфобокс. Хотя нет, я, наверное, не успею смонтировать. Скорее всего, видео будет, наверное, завтра или послезавтра. Потому что я иду с ночевкой к Фате. Я даже не знаю, стоит ли брать ноутбук с собой или стоит монтировать на Фатином. С одной стороны, я думаю, что на Фатином ноутбуке будет монтировать Фатя. Поэтому не знаю даже, как поступить. Вроде вещей, которые я хочу с собой взять много, тащить все я не люблю. С работой я договорилась, что один день дайте мне выходной. Поэтому я, в принципе, могу ноутбук не брать. Поэтому пока не знаю. Мама тут готовит для нас аджарские хачапури. Их тоже надо взять с собой. Как же вкусно, ребята. Я завтракала, но все равно вкусно. Мое видео про похудение хорошо набирает. И девочки пишут, что Алька, снимай больше разговорных видео. Снимай мытьевашки. Я думаю, почему бы нет. Если вам не интересно, я с удовольствием готова. Снимайте разговорные видео. Многие пишут, что давай вторую часть. Ты очень хорошо замотивировал нас. Я просто основные моменты все рассказала в первой части. Я не знаю, что рассказывать во второй. В комментариях там одна девочка написала, что мой муж таким образом похудел на 17 кг. Я вам внизу оставлю ссылочку. Если хотите, перейдите и посмотрите это видео. Кто не видел еще. Я всегда завидовала людям, у которых, например, есть какие-то недостатки. И они на самом деле себя любят. Себя любят не просто показать другим, что у меня нету комплексов. А реально любят себя и в полном виде, и в худом виде, и незакомплексованное. Потому что в наше время смотришь, красотка. Закомплексованно ужас. Смотрит фотографии, например, в инстаграме от фотошопленных моделей. И думает, что она некрасивая. Поверьте мне, все в инстаграме красивые. Даже парни начали уже фотошопить свои фотографии. У нас был парень в университете. Смотришь на фотографиях, такой качок. Ну как можно так сфотографироваться, что ты прям качок на фотографиях, а в жизни ты дрыщ. Скорее всего, он тоже фотошопил плечи, руки. Потому что там просто шварценеггер на фотографиях. А в жизни Винцеслав. Так что все не идеальные. Не комплексуйте, девочки, у всех свои минцы. Не бывает такое, что прям красотка. Прям вау. Прям вот все, что надо. И раньше для меня было странно, когда парень фотошопит фотографии. Но сейчас это потихоньку тоже вошло в моду. Все парни тоже делают себя круче, привлекательней. И это уже считается нормой. Или, например, у нас был одногруппник. Не совсем одногруппник, это, скорее всего, поток. Был парень, который брал, фотографировался с чужими машинами. Постоянно у него фотографии около зеркала с последним айфоном. К чему это, я не понимаю. Все равно мы все знакомы и знаем, что у тебя нет машины. Зачем каждый раз с чужой машиной фотографироваться? Скачивать с интернетом фотографии, где парень, например, держит в руках огромную пачку денег. И он просто обрезает края и вставляет к себе в Инстаграм. Типа создает иллюзию богатой, красивой жизни. Зачем? Непонятно. Или, например, блогеры. Была подписана одну участницу Дома 2. И она такая берет и делает распаковку своих покупок из золотого яблока. В общем, магазин косметики. И она показывает только самое дорогое. Вот я купила себе блеск от Диор, а потом нечаянно из пакета достает помаду от Maybelline из новой серии. Но Maybelline я не считаю, что прям такое-то говно, извиняюсь за выражение. И она сразу кидает эту помаду незаметно в пакет и дальше лезет в пакет, что здесь еще должна быть тональная основа от Estee Lauder Double Wear. А вот, кстати, она. То есть люди пытаются создать видимость вот такой вот олигархии. Типа все так классно живут. Не знаю, я спокойно покупаю себе тапки за 200 рублей и говорю об этом, что я купила за 200 рублей. Купила там-то. Сходите, тоже купите. потому что дешево. Честно, такие вещи не особо до меня доходят. Я просто другой человек. Мне это чуждо. купила что-то дорогое, сказала. Не купила, купила что-то дешевое, показала. Дешево это не всегда значит плохо, ребят. Да, если есть возможность, это круто, конечно, идите покупайте там самые последние бренды. Но если нету возможности, я еще понимаю, что и подписчики, например, у меня есть такие, которые, например, смотрят и думают, блин, а у меня, например, нету. Я даже стараюсь вот чаще показывать именно что-то бюджетное, нежели что-то дорогое. Потому что это полезнее. Потому что это информативнее. обожаю. Холодные арбузы с холодильника это вообще кайф, это просто рай. А еще я просто обожаю людей, которые пишут в комментариях огромные комментарии полезные. Например, ты рассказываешь какую-то свою историю и ты видишь в комментариях огромные комментарии. Как правило, он бывает без ошибок, так грамотно написано. Видно, что человек начитанный. Мне однажды купила рекламу девочка, у нее была страница, по-моему, звали Яну, у нее была страница, именно книжная страница. И честно, я восхищаюсь такими девушками, которые читают, которые грамотные, которые пишут без ошибок. К сожалению, мне это не дано. Но, если бы я была бы парнем, я бы 100% обратила внимание на умную девушку, на начитанную. салфетки. Салфетки забыла. Так что, ребят, путься самими собой. вкусно, просто обалдеть вот эти вот макароны. Они очень вкусные. Раньше я всегда думала, что все макароны, они одинаковые. И, короче, в магазине была акция 3 упаковки макарон, не знаю, за 40 рублей. Я такая думала, вау, как круто. Да тут скидки просто. Взяла, купила 3 такие пачки. Получилось у меня 9 упаковок. Макарон. Приехала мама. Она в то время была в деревне и просто начала надо мной угорать. Она говорит, ты пробовала эти макароны? Я говорю, нет, мама, так бюджетно. Сначала попробую, потом покупаю. не то, что они были невкусные, просто дело было в том, что они при варке превращались в какую-то кашу. Хотя варили мы недолго. Почему так происходило, фиг знает. и давайте мой йогурт любимый. Как пахнет! Вы просто открываете и такой запах. Кайф! Кайф просто. Вы меня, конечно, извините, но я недавно снимала видео 10 йогуртов за раз и потом я прямо облизывала эти. Одна штучка давай сюда. Получается такая вот штукенция. Мой самый любимый йогурт. Кайф! Кайф! когда мы были маленькие у нас на каждом шагу вот как сейчас супермаркетов не было. и такие вкусные йогурты продавались в супермаркете который находится далеко от нас. Это было по-моему 2005 год. мы просто с братом гнались за такими йогуртами. я всегда в детстве мечтала чтобы у меня была своя квартира там был холодильник заполненный просто вкусняшками. Не просто полезной едой а именно вкусняшками. в общем на этом все ребят я наелась было нереально вкусно особенно йогурт. Ну что ждите влога с Фати и мупанков и челленджей. Всем желаю приятного аппетита удачного дня обязательно подписывайтесь пока